Сегодняшняя история пойдет не об обычной находке, которая была найдена на территории Саратовской области. Вот это два фрагмента зажигательной авиабомбы немецкой. Как уже позже выяснилось, по клеймам, которые на ней есть, 1940 года производства. Имеется штамп военной приемки. Вот эти два фрагмента были найдены целиком, вернее, сначала были найдены целиком, а уже фрагментами они стали после подрыва саперами. Зажигательная авиабомба в 10 километрах от Саратова немцы сбрасывали на точки, где в 1941 году были обнаружены залежи нефти, газа. Есть территория, там раньше назывался Песчаный Умек, а впоследствии назывался Красный Октябрь. Это та территория, где находились все скважины и была добыча и газа, и нефти. Естественно, для немцев это было, наверное, что в тылу имеется вот такие вот помощь и Сталинграду, и нефтью, и газом. И, соответственно, немцы пытались, много раз пытались разбомбить все это дело, и в 1943 году им удалось полностью уничтожить и предприятие, которое перерабатывало, и все эти скважины, которые там были. Вот они применяли такие зажигательные авиабомбы. Вес данной зажигательной авиабомбы составлял 250 килограмм. Там была специальная смесь термитная, которая давала градус горения порядка 3000 килограмм. То есть оплавлялось все. Металл оплавлялся, кирпичи оплавлялись. И данная бомба была обнаружена в 2005 году при строительстве. Экскаватор копал котлован и обнаружил целую вот такую вот авиабомбу. Естественно, сообщил группе разминирования МЧС. Группа приняла решение уничтожить ее на месте. После подрыва все, что от нее осталось, это вот эти два фрагмента. Довольно-таки внушительные, тяжелые. И так вот повезло, что эти фрагменты оказались у нас в музее. И, наверное, они для нас очень ценны. И то, что найдено на территориях бывших боевых действий, а именно на нашей родной земле. И свидетельствует о том, что немцы, как и диверсионные группы пытались проникнуть, так и авиация Люфтваффе тоже бомбила территорию Саратова. Различные заводы, предприятия тоже уничтожали. Если говорить о данных находках, подаренные нам уже группой разминирования, то эти два фрагмента еще в течение полутора лет дымились. То есть, так как осталось на них вещество термитное, мы заливали их водой, То есть, мы пытались всевозможное сделать, чтобы ее как-то очистить от этого термитного состава, но ничего не помогало. Соответственно, только через полтора года дым прекратился. Они стали нормальными уже экспонатами, которые можно было выставлять.